Информация в этом видео взята с канала GFR. После просмотра не забудьте поставить оценку и подписаться на канал, сейчас это как никогда важно для нас. В этом видео я расскажу вам всё о вертолётах в игре, включая их получение, управление, потребление топлива, прочность, использование, хранение и систему ПВО. Единственный способ легально заполучить вертолёт – купить его в лагере бандитов у NPC. Мини-коптер обойдётся вам в 750 скрапа, а транспортный вертолёт, он же корова, в 1250 скрапа. И в том и в другом по дефолту уже будет лежать 100 единиц топлива, чтобы вы могли успешно добраться до дома. Да, покупка вертолёта – дело не дешёвое, особенно для соло-игроков на классическом сервере. Поэтому есть и другой способ раздобыть вертолёт – украсть его у другого игрока. Оглянитесь вокруг и обратите внимание на крыши соседских домов. Скорее всего, на одной из них найдётся коптер или корова, который можно будет попробовать угнать. Вооружитесь штурмовыми лестницами и остерегайтесь турелей. Ну и не забудьте взять с собой топливо, само собой. Чтобы научиться управлять вертолётом в комфортных условиях, найдите сервер, на котором можно бесплатно спавнить коптеры. Просто вбейте в поисковик серверов слова «Хэли» или «Коптер». Игра сама предложит вам довольно широкий ассортимент серверов. Когда вы будете готовы к полёту, положите в бак немного топлива и садитесь на водительское место, нажав кнопку «Е». Нажмите «W», чтобы завести двигатель и привести лопасти в движение. Если вам перед полётом нужно немного отъехать от места старта, то зажмите «Контрол» и управляйте коптером при помощи стандартных клавиш ВСД. Чтобы взлететь, отпускаем «Контрол» и зажимаем «W». Далее управление коптером разделяется на две стихии – клавиатуру и мышь. Сначала поговорим о клавиатуре. Для поворота вокруг своей оси достаточно зажать «А» или «Д». Кнопка «W», как мы помним, позволяет нам набирать высоту. Ну а «С» в свою очередь снижать. Мышь также позволяет совершать четыре уникальных движения. И это, само собой, крены. В зависимости от того, куда вы ведёте мышь, корпус вертолёта совершает крен и начинает двигаться в ту сторону. От угла крена зависит то, как быстро вы начнёте двигаться в том или ином направлении, и как много высоты при этом потеряете. Для новичков я советую поначалу не совершать никаких резких движений, плавно ведя мышью на небольшой «Сэнсе». Однако в дальнейшем, для эффективного управления вертолётом, «Сэнсу» было бы неплохо приподнять, если есть такая возможность на мышке. Лично я каждый раз, когда сажусь на коптер, переключаю мышь в режим повышенной чувствительности. Так гораздо проще быстро летать на вертолёте. В процессе полёта основная доля управления приходится именно на мышь. Она в основном управляет нашей скоростью и высотой. А клавиатура же, в свою очередь, по большей части отвечает за развороты, обход различных деревьев и столбов, а также тонкий контроль высоты, когда нам нужно приземлиться или пролететь низко под объектом, турелью или чем-нибудь ещё. Управление мини-коптера и коровы не особо отличаются друг от друга. Разве что коптер более юркий и маневренный, а корова быстрая, но корова. Это 16 регионов России. Если среди них вы случайно обнаружили свой, то вы тот самый человек, который может нам помочь. У нашей команды есть маленькая мечта. В нашу настолку уже играют в 70 регионах страны. И лишь в тех, что на экране раз на раз не приходится, ещё не бывал. Если вы хотите помочь нам это исправить, то взамен на такую любезность мы сами оплатим доставку. 16 регионов, а значит 16 бесплатных доставок. Более подробно можно прочитать об этом в нашем телеграмме или в инсте. Там и не только об этом можно прочитать, так что в гости просим. Ну а мы возвращаемся к вертолётам. Сажав E на мини-коптере, его можно толкнуть. Это бывает полезно, если вы застряли. Фишка же транспортного вертолёта в его фонаре, включающемся по дефолту клавишей F. Также стоит обратить внимание на ползунок длительность выхода из транспорта во вкладке управления. Советую приподнять его хотя бы немного, дабы избежать мискликов по пробелу во время полёта. Вопреки расхожему мнению, потребление топлива, что у мини-коптера, что у коровы, одинаковое и составляет 30 единиц топлива низкого качества в минуту. Это довольно много, особенно в сравнении с обычной моторной лодкой, которая потребляет ровно в 5 раз меньше топлива. В коптер на классике можно уместить разом 500 топлива, чего хватит на 16 минут и 40 секунд полёта. Но не переживай, получасовые погони всё ещё доступны, ведь дозаправляться можно прямо в полёте. Зажимая Alt и оборачиваясь, можно спокойно докинуть в коптер топливо или наоборот забрать. Если вы планируете, к примеру, пикировать на противника в режиме японского лётчика. Уровень топлива на мини-коптере можно контролировать по единственному прибору. Прибор этот весьма примитивен и в максимуме показывает лишь 100 единиц топлива в баке, то есть 200 секунд полёта. Когда стрелка прибора смотрит наверх, а в баке остаётся 50 ТНК, значит летать нам осталось 100 секунд. Ну а красная зона на то и красная, что сигнализирует нам о необходимости скорейшего снижения, ведь лететь нам осталось всего 50 секунд. У коровы приборов больше и функциональностей их выше. Максимальный уровень топлива здесь отображается при заправленном стаке, а красная зона говорит нам, что топливо осталось на 200 секунд полёта, другими словами 100 единиц. Помимо этого, корова покажет нам высоту, скорость и направление нашего движения по компасу. Практического применения всех этих приборов лично я не нашёл. Количество топлива, которое мы берём с собой, должно выбираться, исходя из предполагаемой длительности полёта. В небольшой тур до соседнего РТ можно взять с собой 150-250 топлива. Этого будет достаточно, чтобы слетать куда нужно, вернуться назад и при этом вовсе не спешить. А вот если мы планируем лететь в зимний биом и формировать целый инвентарь камня, то само собой можно смело брать с собой целый стак топлива. Откуда столько, спросите вы? Для того, чтобы быстро добыть большое количество топлива, было бы неплохо обзавестись НПЗ. Изучить его можно на втором верстаке за 950 скрапов в сумме. Однако я бы предложил не заниматься ерундой и просто купить один НПЗ в городе НПС за 125 скрапов. Если и с этим возникли проблемы, найти его можно на некоторых РТ, а также в безопасных зонах. Наиболее удобный из них находится, конечно же, в городе НПС. Ведь тут безопасно. Главное, не переставать пялиться на процесс перегонки, иначе любой игрок сможет подойти к НПЗ и забрать все ресурсы себе. Миникоптер имеет 750 очков прочности и может быть уничтожен множеством взрывчатых и не только веществ. Причем, порой уничтожение коптера даже в воздухе занимает считанные секунды. Самое страшное оружие для коптера в полете – это, конечно, пулемет. Чинится коптер всего за 250 металлических фрагментов при помощи обычной киянки. Корова немного прочнее коптера, на борту у нее 1000 хитпоинтов, а значит, пережить она может на 30% больше повреждений. Но вот починка коровы – дело куда более затратное, и обойдется вам 750 скрапов. Самый дешевый способ уничтожить вертолет с расстояния – это огненная стрела, причем неважно из какого лука. На миникоптер уйдет 19 стрел, а на корову 25. Этот способ позволит вам за копейки уничтожить вражеский вертолет с себестоимостью в целое состояние. Использовать вертолеты можно в куче разных ситуаций, как для получения лута, так и для быстрого перемещения по карте. В миникоптере могут одновременно сидеть лишь два игрока, а в корову, в свою очередь, влезают два человека спереди и еще несколько человек сзади. В зависимости от того, насколько плотно они там друг к другу прижмутся. Самое главное применение вертолета – проникновение на грузовой корабль. Самое сложное в захвате корабля – это забраться на него, особенно если на борту уже есть игроки. Миникоптер позволяет быстро и довольно незаметно проникнуть на борт корабля, а также занять выгодную позицию для ПВП. Однако, если вас обнаружат в полете, или если вы будете подлетать слишком медленно, будет больно. Поэтому старайтесь при приземлении прятаться за контейнерами или капитанской рубкой, а также приземляйтесь подальше от НПС. Все куда проще с Оилригом, на котором есть специальная вертолетная площадка. На неё могут приземляться даже новички. Тем не менее, если вы хотите взломать закрытый крейт, коптер всё же стоит переместить в другое место. Иначе НПС на чинуке его просто-напросто раздавят. Если на подлёте вы заметили игроков, бегающих по крыше Рига, настоятельно рекомендую приземлиться на нижние этажи, ведь вероятнее всего НПС там уже нет, а шанс получить пулю сильно ниже. Ещё одно интересное для нас место с лутом – это крыша космодрома, хранящая целый сгусток ящиков, защищённых электрическими головоломками, Брэдли и системами ПВО. Золотать эти сундуки быстро можно при помощи уже упомянутой недавно техники японского лётчика. Набираем высоту и с максимальной скоростью приземляемся прямо на сундуки, выпрыгивая перед взрывом. Снюхиваем весь лут и спрыгиваем, пока радиация не снюхала нас. Есть куда более рациональный вариант – это потихо и залететь на крышу в Пантера Цети. Однако для этого нам понадобится весьма существенный скилл пилотирования и немного тренировок. Конкретный маршрут подъёма может отличаться в зависимости от версии игры и уровня скилла. Я лишь показываю тот, который знаю сам. Коптер позволяет пропустить все элементы паркура на сфере, сразу залутав 4 военных ящика на крыше. Однако я бы не советовал приземляться на самый верх сферы, как это делает подавляющее большинство игроков. Там коптеры довольно часто застревают, и взлетать неудобно. Лучше выбрать в качестве площадки небольшой подъём немного пониже. Помимо РТ, коптеры отлично подходят для быстрого проникновения в чужие базы. С их помощью можно вытаскивать луты спичей и НПЗ, а также проникать на крышу для рейда. Защитой от таких проникновений могут быть автоматические турели или системы ПВО. Существенный недостаток последних – ограниченный угол обзора. ПВО не могут стрелять под себя. Коптер можно применить и в сотне других ситуаций, таких как полёты на айсберги, в город или в снежный биом для добычи ресурсов. Будьте осторожны, когда оставляете коптер в безопасных зонах, ведь его могут украсть другие игроки. Система ПВО – наиболее эффективный способ поражения воздушных целей. Чтобы вдребезги разбить мини-коптер, будет достаточно всего 6 точных попаданий, а корова взорвётся с 8 ракет. Чаще всего систему ПВО можно встретить на крышах крупных клановых паз, а также на крыше космодрома. Как только вертолёт попадает в радиус действия ПВО, в него запускаются сразу 6 ракет. Ракеты ПВО не имеют никакого особого наведения, поэтому от них можно увильнуться. При правильном увороте, включающем в себя резкие движения мыши, можно увильнуть от любого залпа, оставшись в живых. Как я уже говорил, зенитные турели не умеют стрелять вниз, что позволяет нам буквально приземляться на потолок, на котором эти зенитки стоят. Правда, для этого нужно обладать какими-никакими навыками пилотирования. Купить ПВО можно в городе НПС за 500 скрапа. Она имеет 1000 прочности и может быть уничтожена взрывчаткой, а также огнём. С расстояния ПВО проще всего уничтожить при помощи зажигательной ракеты или навесив 2 сачели. А подойдя к турелям вплотную, проще всего сделать это буром. На это уйдёт около 20 секунд. Самый же эффективный по затратам инструмент – это меч. За 50 секунд одну турель можно сломать одним мечом. И мини-коптер и корова гниют со временем. Вне сооружений оба вертолёта полностью сгнивают всего за 8 часов. А если они стоят на здании, то на гниение уйдёт 48 часов. Но не стоит волноваться. Если вы оставите вертолёт на улице, его украдут раньше, чем он вообще начнёт гнить. Это вынуждает нас хранить вертолёты внутри гаражей или на крышах домов. Коптер хранить легче, ведь он легко помещается в гараж из квадрата и треугольника. А вот корову лучше держать просто на открытой крыше. Дополнить гайд полезной информацией можно в комментариях. А если вы новичок в игре и у вас возникли вопросы о той или иной игровой механике, рекомендую посмотреть также общий гайд по основным игровым механикам. Как быстро развиться с нуля. На этом канале ещё много полезных гайдов, а для простоты их поиска созданы специальные плейлисты.